Всем привет-привет, мои дорогие! Сегодня в нашем видео я расскажу секрет гарантированной пятерочки на ОГЭ по биологии в 2025 году. Вы можете меня спросить, Мирослава, а почему ты вообще можешь нам это гарантировать? У меня есть для вас ответ. Потому что в этом году средний балл у меня на курсе 4,66. Можно даже вот так вот взять 66. Это значит, что большинство ребят на курсе получили пятерочки. И всего лишь 1%, а точнее 99% получили 4,5. Вы представляете, насколько это много? То есть я точно, точно знаю, как именно сдать на хорошую оценку ОГЭ по биологии. Этот результат мы улучшаем из года в год. Поэтому меня зовут Мирослава Леви. Я готовлю ребят к ЕГЭ и ОГЭ по биологии в онлайн-школе Webium на этом YouTube-канале. С вас лайк, с меня суперполезная информация. Всё, всё базово. Ну что, поехали? Самое важное, наверное, такая вот базовая информация — это нужно привыкнуть, нужно смириться с тем, что у вас не будет высокой мотивации в течение года. Этого просто невозможно. Невозможно, чтобы вы были какими-то чокнутыми людьми, которые вот «я всё сделаю, я всё могу». Такого не бывает. Бывают ситуации, когда вам сложно, бывают ситуации, когда вам трудно, когда вы эмоционально устали. И это нормально, что прямо сейчас у вас может быть очень-очень высокая мотивация, но со временем, в течение года она будет уменьшаться. Именно поэтому вам нужно себя, по сути, дисциплинировать. Но мне не очень нравится слово «дисциплина». Мне нравится слово «привычка». Нужно создавать себе привычку. Надо привыкать к биологии, потому что это сложная наука. Очень много материала, да. Но потихонечку, постепенно, если мы вместе с вами будем привыкать к ней, то вы стабильно будете изучать темы, стабильно будете решать домашки и стабильно получите замечательную, классную оценку. Поэтому мы привыкаем готовиться к биологии. Какие у меня есть лайфхаки к этим самым привычкам? Каждый день вы можете уделять небольшое количество времени биологии. Это не обязательно сидеть и что-то учить. Вы можете посмотреть мой видосик. У меня на YouTube бесконечное количество бесплатных видео. 5-10 минут. Где-то есть целые вебинары на часть. В зависимости от вашего настроения. Вы можете послушать замечательный подкаст по биологии. Советую вам подкасты «Голый землекоп» и «Почему мы ещё живы». Это подкасты по биологии и медицине. Вы можете нарисовать сердце, если у вас есть настроение порисовать. Вы можете просто порешать какие-нибудь задания. У нас на платформе или на банке ФИПИ. То есть просто привыкнете, что каждый день вы что-то делаете в контексте биологии. Вы можете, например, как обычно, послушать подкаст или послушать моё видео, пока едете в метро или едете в автобусе. Постепенно-постепенно вы поймёте, у вас будет в голове «Ага, вот я вот сегодня должен что-то сделать по биологии». Каждый день по чуть-чуть, 5-10 минут, да, и это войдёт в привычку. Вам будет намного легче готовиться к экзамену и делать это в удовольствии. Вы можете тоже сказать, «Мирослава, а вот если я полный нуль, абсолютный полный нуль, что вот вообще возможно ли подготовиться на пятёрочку?» Конечно же, возможно. Об этом говорят бесконечное количество отзывов. У меня так много отзывов, что пришлось делать отдельный телеграм-канал только с отзывами. Большинство ребят, которые приходят учиться ко мне, у них нулевые знания. Абсолютно нулевые. И они сдают даже на максимум баллов, в зависимости от того, да, какой вариант им попался, да, какие темы они лучше или хуже знают. Но самое главное, они получают пятёрочки, заветные пятёрочки. Если вы хотите почитать реальные отзывы, вот прям реальные отзывы, то есть я просто беру и пересылаю сообщения людей из телеграма себе в канал. Там есть кружочки, там есть вертикальные видео, то есть реальные люди, которые получили пятёрочки, получили, например, годовые оценки пятёрочки, получили красный аттестат благодаря моим курсам, да. Всё это можете найти у меня в телеграм-канале, вот ссылочка в описании, или вы можете написать мне лично, Мирослава, скинь мне, пожалуйста, телеграм-канал с отзывами, я вам скину. Всё, всё вот реальность, то есть у нас нет, нет никакого обмана, мы просто берём реальные отзывы людей и показываем вам их. Да, вот тут вот, вот есть ник, ники людей, вы можете написать им лично и спросить, а ты действительно учился у Мирославы? И они вам ответят, да, я учился у Мирославы, Мирослава в сердечке. Такие вот дела. Так что не беспокойтесь, по опыту, ребят, возможно, невозможно сдать на пятёрочку с любого уровня. Неважно вообще, как вы занимались до этого, может быть, у вас вообще в школе не было какой-то более-менее биологии. Зачем вообще готовиться заранее? Так вот, как раз-таки, если вы в полном нуле, в максимальном полном нуле, во-первых, вам нужно адаптироваться. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем адаптироваться. Что это значит? Психологически, конечно, вы не будете готовы к большому объёму информации. Когда вы начинаете готовиться заранее, вы готовитесь по чуть-чуть. То есть одну маленькую темку, вторую маленькую темку, по чуть-чуть, по чуть-чуть маленькие темки изучая, вы такие, а, ну, вроде бы биология не такая уж сложная, ну, вроде бы даже неплохо, да? То есть вы начинаете комфортнее себя чувствовать. И вот ваше психологическое, ментальное состояние, наверное, это самое важное. Если вы настроены, если вы чувствуете себя хорошо, то и подготовка будет идти как по маслу. А для этого нужна адаптация к биологии. Это важно. Поэтому чем раньше вы начнёте, тем быстрее адаптируетесь. Тем более сейчас летний период, сейчас не учебный год, то есть у вас сейчас не будет школы, и вам намного будет легче начинать и легче адаптироваться к каким-то сложным телам, темам, к домашкам, к сложному, например, расписанию, чтобы каждый день, там, два-три раза в неделю у вас уроки, потихонечку-потихонечку адаптироваться к этому. Стоит ли сдавать биологию? Уверена, среди вас есть люди, которые ещё не уверены. Мне нравится ли биология или не нравится биология? И пока вы ещё не начали, пока вы ещё не пришли в школу и не сказали своим учителям, что да, наверное, я буду сдавать биологию, вы можете заранее подготовиться, чтобы потом вам не было стыдно и страшно говорить, но всё-таки я не сдаю биологию. Поэтому можете записаться на месяц, на два месяца, чтобы посмотреть, нравится ли вам биология. Сложный ли экзамен? Будет ли вам комфортно? Мне кажется, это суперхороший вариант, такая вот демо-версия подготовки перед тем, как вы поймёте всё для себя. Возможность экспериментов, то есть вы можете экспериментировать с какими-то подходами, вы можете заниматься больше, вы можете заниматься чаще, вы можете заниматься в разных форматах. Вот о том, что я сказала, вы можете посмотреть, купить себе большой красивый атлас по анатомии и рисовать, да? У вас есть сейчас время этому. Спасение от гонки во время учебного года, когда у вас будут другие предметы, тем более вам надо будет год условно закрыт, там на пятёрке, на четвёрке, если вы хотите красный аттестат. То есть это всё будет тяжело, сумбурно, и не останется времени для любви к биологии. Мне кажется, это безумно важно, да? Ну и, конечно же, привычки, конечно же, учиться заранее, о чём я вот недавно говорила. Как раз постепенный путь в июле. Мы начнём изучать первые темы, уже начнём практиковаться, да, потихонечку-потихонечку. В сентябре мы увеличим нашу нагрузку, в сентябре появятся разборы вариантов, в сентябре появятся дополнительные практики для тех, кому нужно разобрать подробнее темы, да, и постепенно мы будем всё изучать, в мае будем всё-всё-всё повторять, и вы к финишу, к ОГЭ придёте со всеми знаниями и получите свои высокие оценочки на экзамене. То есть всё базово. Учитесь и получаете оценку. Моё любимое вот это вот кредо по жизни. Делай, что делается, и будь, что будет. Если вы что-то делаете, то значит будет результат. Надо просто что-то делать. Не паниковать, не сходить с ума, надо просто что-то делать. И всё. Я тревожный пирожочек. Я видела, что много девятиклассников тоже являются тревожными пирожочками в нашем информационном мире, информационном пузыре, да. Мы с вами тревожные пирожочки, мы справимся вместе. Я вас абсолютно сильно понимаю. Какие у нас есть разделы в целом и на курсе, и какие разделы вам необходимо посмотреть перед тем, как сдать экзамен. Во-первых, экзамен состоит из 26 заданий, 5 заданий второй части, 23-е и 22-е задания это 2 балла. Соответственно, 24-е по 26-е задания это 3 балла во второй части. В первой части у нас бывают задания по одному, по 2 балла, и 3 балла даёт задание, где с кошками, собаками и лошадьми. Эти все, все вообще вот у нас темы, разделы, которые есть. Больше всего в ОГЭ нам важна анатомия, экология и ботаника. Давайте такой небольшой рейтинг. Анатомия – первое место, то, что нужно знать лучше всего. Дальше по рейтингу мы идём. Это экология, циферка 2. Ботаника и зоология разделяют третье место. Эволюция, цитология разделяют четвёртое место. Общебиологические темы. Пятое место, например, это инструменты, которые у нас есть в шестом задании. И генетика – это очень-очень поверхностно, очень мало тем в генетике, очень мало заданий. Это вот вообще в скобочках. Генетики практически нет в ОГЭ по биологии. Очень важно, что мы с вами пройдём только те задания, те темы, которые необходимы вам к экзамену. У вас не будет такой, что я заброшу бесконечным количеством заданий, бесконечным количеством тем. Вы пройдёте только то, что вам нужно. Мне кажется, это безумно важно. Мы посмотрим обязательно демо-версию. Это демо-версия экзамена, который будет. Она выйдет где-то в сентябре, в конце августа. И обязательно мы проведём с вами вебинар, где я объясню каждое задание, что-то ли поменялось, что-то ли новые задания какие-то появились. Точно так же я проанализирую кодификатор-спецификатор. Это методические как раз-таки документы, в которых написаны все темы, тонкости экзамена. Да, я проанализирую и выводы все вам дам. Мне кажется, это тоже очень-очень важно. Как у нас пойдёт программа? В июле-августе мы будем обсуждать общую биологию. Общая биология. Это считается сложной темой, поэтому летом, пока вы более свободны, пока вы комфортно себя чувствуете, мы можем с вами пройти эту вот общую биологию. Дальше у нас пойдёт ботаника. Мы поботаничим, жёстко поботаничим, поймём все сложные темы. Да, и начнётся самый большой раздел. Можете посмотреть, да, что анатомия у нас будет занимать 3 месяца, да, потому что мы подробно будем обсуждать и решать много заданий. В конце экологии, эволюция, да, и мая у нас будет повторение, у нас будет курс повторения, да, также мы будем повторять все задания, методы, всякие секретики того, как всё решить. То есть специально наша программа разработана, чтобы вы комфортно себя чувствовали. Что у нас входит в нашу, да, программу? У нас входят скрипты обязательно. Скрипты — это дополнительные материалы, где есть картинки, где есть таблички, заголовки, которые вы можете распечатать и комфортно себе записывать. Либо можете скачать на планшет. Я люблю, например, заполнять всё с планшета, да, и писать, например. Сэкономим бумагу. Конечно, у нас есть все записи, всех уроков, всех вебинаров, если вы, например, живете на Дальнем Востоке. И видео, если есть теория видео, она будет выходить утром для того, чтобы вы смогли посмотреть, если живёте в Сибири или в Дальнем Востоке. Да, у нас будут шпаргалки, будут методички, методички по 13-му заданию, методичка по экологии 19-му, 21-му заданию. Да, будут разнообразные методички, которые помогут вам решить эти задания. Обязательно наставники наши любимые будут объяснять домашки, отвечать на вопросы, посты в Телеграме. У нас есть закрытый Телеграм-канал, где мы с вами общаемся. Во-первых, я записываю вам какие-нибудь кружочки, мы с вами общаемся, что происходит у нас в жизни. И есть отдельно полезный канал, куда я выкладываю, например, дополнительные скрипты, я выкладываю какую-то дополнительную информацию, объясняю какие-то вопросы. То есть я всегда с вами на связи. Вот реально всегда. Если кто-то мне когда-нибудь писал, напишите в комментариях, что я реально отвечаю. Я реально с вами максимально напрямую на связи. Если вот часто говорят, вот онлайн-школа, нету вот этой связи с преподавателем, может быть, у кого-то нет. Но я как гиперэмоциональный и гиперактивный человек, я с вами на связи, я отвечаю вам в чатах, отвечаю вам в личные сообщения. Я всегда с вами. Реально. Вот недавно мне писала ученица, спрашивала, Мирослава, я ничего не понимаю, как решать задания, что такое мономеры. Привет, если ты узнала себя. А я вот записала ей кружочек, сказала, вот это вот так, это вот так, это вот так. Такие вот дела. Есть такая тоже информация. Конечно, у нас онлайн-вебинары и видеоуроки. У нас такая гибридная система, где теорию я даю в видеоуроке, чтобы вы могли заранее посмотреть в любое удобное для вас время, чтобы вы могли пролистать по тайм-кодам или на 2х, или пролистать два раза, посмотреть. Потому что, когда мы разбираем теорию в вебинаре вместе в онлайн, теория получается очень длительной. Например, в течение часа можем разбирать тему, а если я запишу ёмкий, чёткий видеоурок, он получится на 20-30 минут. Это экономит ваше время и концентрирует ваше внимание на определённой теме. Кажется, очень это важно. Кому подойдёт курс «Летняя основа»? Конечно, подойдёт тем, кто с нуля начинает изучать биологию для ОГЭ, это базово, но также подойдёт тем, кто что-то уже знает, потому что мы конкретно будем изучать то, что необходимо для ОГЭ. Тонкости, моментики, решаем все задания из банка ФИПИ, которые у вас встретятся на экзамене. Ну и тем, кто в целом хочет не быть тревожным пирожком, тем, кто хочет просто довериться мне и доверить свою подготовку и комфортно, без стресса, без паничек, панических атак, сдать экзамен и быть счастливым человеком. Такие вот дела. Записаться на курс можно по ссылочке в описании, кстати, по секретику, по секретику, по ссылочке в описании есть моя личка. Вы можете мне в личку написать, и я могу вам дать секретные всякие промокодики и скидки. Там есть моя личка в описании. Напишите мне, что хотите курс, да, или какие-то, какой-то вопросик задавать, если вы стесняетесь, можете написать мне в личку, и я дам вам всякие промокодики, скидки, все, которые есть. Вот всё, что есть, всё вам дам. Так что переходите по ссылочке в описании, записывайтесь на курс, пишите мне в личку, если вы не понимаете, куда нажимать, что делать, вы запутались, просто пишите мне в личку, мы со всем разберёмся. Самое главное, у нас на курсе мы разбираем реальные картинки, реальные задания из экзаменов. Когда вы придёте на экзамен, огромное количество ребят пишут, «Мирославу, спасибо большое, мне попались задания, которые мы решали вот на платформе, на рефреше, на практиках. Спасибо, Мирославу, я просто всё написала, и всё». Это самые приятные слова, что подготовка реально работает, что всё это реально работает, и вы, решая домашки, пробники на платформе, знаете, можете сами сдать экзамен, даже некоторые ребята пишут, «Мирослава, я написала, за полчаса вышла, всё было идеально». Вот такие смс-очки мне нравятся, конечно же, больше всего. Ну и, конечно же, у нас есть поддержка от наставника и от преподавателя, я вам уже это всё рассказала, всё объяснила, что мы с вами, мы с вами едины, мы с вами вместе, команда, нету, нету меня, нету вас отдельно, есть только мы, наше биологическое сообщество, в котором мы делимся переживаниями, делимся информацией полезной, в общем, делаем всё, чтобы вы себя чувствовали хорошо и решали хорошо биологию. Какие у нас цены? Есть тариф обычный и есть основа плюс. Чем они отличаются? В основу стандартную входит всё, что я только что сейчас говорила. Основа плюс отличается тем, что там меньше группа у наставника и там есть два индивидуальных занятия с вашим наставником. То есть вот эта вот разница в цене между основой и основой плюс это просто как раз-таки плата за индивидуальные занятия, которые на самом деле стоят прям достаточно дёшево, если вы посчитаете. Я была очень рада вас видеть, записывайтесь обязательно на курс. Я напоминаю про секретный лайфхак, написать мне в личку и всё у меня спросить и попросить секретную скидочку. Всё, пишите мне. Ну а с вами была Мирослава Леви. Всех люблю, всех целую, спасибо большое, что посмотрели это видео и обязательно задавайте свои вопросики, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ну а мы с вами встретимся уже в новом видео. Поставьте лайки, пожалуйста. Поставьте лайки, пожалуйста.